всем привет добро пожаловать на мой канал вечерние посиделки с вами снова анна сегодня я снимаю видео с обзором наборов которые мне прислала компания панна сейчас мы с вами посмотрим эти наборчики заглянем внутрь каждого но вначале мне хотелось бы поделиться очень важной информацией такой что компания панна предоставляет для моих подписчиков и зрителей промокод вечерние посиделки по которому можно на сайте панна точка ру получить скидку 15 процентов которые не суммируются с наборами которые участвуют в распродаже на этом сайте так что можете воспользоваться и сделать выгодные покупки со скидкой 15 процентов и сейчас давайте уже смотреть что же такого интересного мне прислали давайте начнем вот с этого набора такой вот наборчик посмотрите какая красота грибное лукошко мне давно очень нравится этот набор он такой красивый осенний здесь мои любимые грибочки которые я так люблю вышивать еще мне нравится тыквы вышивки ну и вообще такой небольшой уютный осенний натюрморт смотрите какая красота давайте будем открывать так открывается сверху беру обложку давайте сразу смотреть какие ниточки здесь в наборе такие вот осенние цвета так и еще вот здесь 25 цветов как можно видеть на двух органайзерах ну вот этот вот большой да вот здесь много ниточек и нарезка здесь короткая 60 сантиметров мне конечно нравится более длинные нарезки я знаю что у компании пана есть и 90 сантиметров нарезки мне кажется они более удобные но хотя многие вышивальщицы любят вышивать и такими вот не особо длинными ниточками нитки приятные это компания гамма да как многие знают мне нравятся ниточки гамма ски они такие довольно таки шелковистые мне кажется со временем знаете их качество улучшается потому что они сейчас и выглядят такими более блестящими и и вышиваются ими гораздо мне кажется лучше удобнее так дальше так здесь вот схемка она же располагается на обложке схема сразу с бэк стичем не знаю что у паны есть и отдельные схемы где отдельно бэк да и отдельно крестики но здесь просто на обложке вот так вот с другой стороны обложки напечатана схема вместе с бэком довольно таки легкая для восприятия мне кажется но не буду полностью до показывать вот видно здесь я думаю что хорошо здесь у нас полный крест в две нити идет так есть один символ полукреста и бэк все выполняется черным цветом так вот у нас получается набор разработан в 2008 году здесь написано внизу такой вот наборчик так как бы не показывать всю схему еще в этой серии есть вот такие набор я знаю что и больше существует мне они тоже нравятся этот клубничное варенье целебные травы и дары осени тоже симпатичные там по моему какой то еще есть дизайн с абрикосами насколько я помню но они такие знаете вот разработки такие какие-то душевные такие вот уютные ну хочется вышивать хотя они смотрятся может быть немного так просто да но в этом я бы сказала как раз их и прелесть потому что они очаровательные душевные такие милые наборчики я бы в принципе из этой серии еще какие-то повышевала но вот этот конечно у меня набор фаворит он мне кажется самый-самый красивый но для меня такая вот канва тоже фирма гамма вот здесь иголочка гобеленовая двадцать четвертого номера натка толстенькая очень красивый цвет канвы и мне нравится он такой нежный зеленый я наверное на нем и буду вышивать скорее всего хотя обычно да там заменять на равномерку но вот такого цвета конечно сложно будет в равномерке подобрать такой какой-то цвет найти я знаю что у фирмы цвайгард вот есть какой-то зеленоватый такой но мне кажется он более яркий что ли приятный цвет к хорошая в принципе канвая смотрю на ощупь нравится мне тоже так здесь конкурс проводится но инструкция вот на нескольких языках как выполнять крестики болгарский крест здесь простая гладь но тут видимо этой инструкция такая знаете универсальная да здесь все подробно описывается и как ниточку в иголку вставлять все очень очень подробно понравился мне этот набор как вам я думаю знаете что вот этот дизайн нравится многим вот его артику кстати да очень симпатичный хорошо бы было его осенью повышевать как раз скоро осень вот да еще знаете забыла сказать что вот промокод вечерние посиделки я обязательно оставлю всю информацию под видео он действует до 30 сентября то есть месяц еще можно спокойно заказывать делать выгодные покупки на сайте компании панна так давайте следующий набор посмотрим это вот такой вот интересный я еще таких наборов в руках не держала это вышивка на одежде как можно видеть этот дизайн можно вышить на блузки вот например белый колла здесь цветочек такой и давайте тоже откроем посмотрим что же там внутри скрывается я уже вижу что есть моточек целый мулине от фирмы гамма так пакетик убираем здесь у нас что входит набор так вот ниточка 420 черная очень кстати приятная на ощупь тоже нравится так люблю моточки целые так вот водорастворимый флизелин такой вот большой где изображена контурами сама кала вот этот цветочек я так понимаю нужно на изделен на который мы хотим перенести этот рисунок то есть ну да блузка к примеру приметать сначала приколоть булавками потом приметать и выполнять вышивку так ну здесь наверно где-то должно быть очень подробная инструкция да вот кстати она выбрать место для размещения вышивки приложить флизелин с напечатанным контуром к изделию и вот видите здесь красным написано внимание что этот флизелин может растворяться в воде и деформироваться при нагревании его нельзя мочить и утюжить его до того как ну можно только это делать после того как мы уже вышьем этот цветочек так ну здесь все так понятно написано также пяльца рекомендуется какие нужно взять шов назад в иголку прямой стежок применяется на этой вышивке так что да надо пробовать интересно что же получится и вот после окончания работы аккуратно вы выньте нити нити на метки и прополощите вышивку вручную без моющих средств прохладной воде при температуре не более 30 градусов до полного растворения флизелина с напечатанным контуром то есть он вот должен этот флизелин раствориться и на одежде у нас останется красота такой цветочек так вот как он выглядит да такая фотография с контурами цветка и вот еще вот такая схема покажу вам поближе так что еще здесь ну вот такие еще наборы у компании панна есть такой контурной вышивки на одежде тут вот и роза еще цветочек есть можно видеть медведя индейца дракона и вот такого персонажа ну как бы так что вот артикул кому если интересно мне кажется эта вышивка вот на белой блузке очень эффектно смотрится таким вот значимым значимым дополнением да и сразу на блузке появляется вот такой необычный акцент который я думаю что будет привлекать внимание так что если какая-нибудь рукодельница тоже захочет украсить вот свою одежду таким эффектным цветком я буду я думаю что будет смотреться очень даже здорово так давайте я еще покажу вот здесь вот вот такая острая иголочка двадцать шестая я думаю что номер ее такой вот тоже довольно таки интересный набор для меня так и еще один тоже вышивка на одежде называется перо вот такая вот красота тоже можно вышить на белой блузке ну я там видела и на футболках вышивают где-то я смотрела по-моему на сайте такая интересная вышивка да такое голубое перышко и две птички летящие рядом можно просто перышко вышить без птичек ну мне кажется в совокупности вот смотрится очень даже хорошо и довольно таки стильно так сейчас я открою набор снова пошуршу так и давайте смотрим здесь у нас советы по вышиванию в объемной технике и вот смотрите какие нитки красивые входят в этот набор тут я смотрю и металлизированная ниточка есть вот такие нежные голубые цвета серые ну и белые конечно же тоже коротенькая нарезка она вот цветовая палитра цветовая гамма мне очень нравится тоже ниточки от фирмы гамма интересно как вот вышивать вот этим металликом вот этот водорастворимый флизелин смотрите получается что птички как бы отдельно а перышко отдельно я думала что они будут так куда я делаю обложку вот я думала что они как-то вместе будут но их видимо можно отдельно вышивать такое вот перышко не особенно большое так что я думаю что его тоже можно будет быстро вышить тоненькая иголочка двадцать шестая по моему такая остренькая тоже я думаю что игла фирмы гамма все составляющие фирмы гамма интересно что будет происходить с этим флизелином быстро ли он растворится в воде после того как я вышью это перо так ну я думаю что здесь инструкция такая же как в предыдущем наборе нет здесь вот гладь по глади инструкция простая гладь шов раскол гладь и при мастежок ну и везде пишут что не мочить не подвергать воздействию воды пока вышиваем это самое главное так вот такой вот ключ интересный кстати опахала пера тут как вышивается вышивайте сверху вниз разные цвета стержень пера пятнышки на пере нижняя пуховая часть серебристые штрихи птицы контур также нужно нужно будет после вышивки полоскать в прохладной воде без моющих средств не более 30 градусов до полного растворения флизелина с напечатанным рисунком ну да здесь знаете так нужно будет внимательно посмотреть поразбираться так здесь на английском у нас да здесь полностью вот это вот этот разворот на английском языке и тут а здесь на русском так что ну вот так выглядит инструкция я думаю что здесь если я внимательно все прочитаю я разберусь я в принципе одну небольшую работу вышивала гладью мне понравилось единственное глаза у меня уставали но получилось у меня очень симпатичная птичка так что надо будет и эту вышивку тоже этот набор попробовать и посмотреть что у меня здесь получится здесь удобно то что вот если я вышивала когда птичку мне нужно было на ткань самой перевести контур а здесь не нужно ничего переводить просто булавками а потом уже наметать ниточкой вот этот флизелин и уже приступить к вышивке я думаю что вот показаны этапы вышивки перышко да вот так третий четвертый наверное сначала выполняется гладь так где то мне это посмотреть а вот смотрите еще вырезать и примерить да где вот расположить это все в каком месте на одежде наверное да вот здесь я нашла описание работы что нужно сначала выбрать место размещения потом воспользоваться листовкой вырежь и примерь и приложить его к основе да вот здесь перед началом работы натянуть основную ткань на пяльцы и приметать водорастворимый флизелин к основной ткани с лицевой стороны и при необходимости укрепить флизелином либо дублерином с обратной стороны далее вышивайте ориентируясь на обложку на напечатанные контуры а также пошаговые рисунки вот эти я так понимаю на которых указано схематическое расположение стежков и используемые материалы выполняйте работу поэтапно делайте отметки о готовности элементов вышивки в колонке так в колонке это наверное вот здесь я так понимаю последовательность вышивания указана в таблице вот в этой таблице значит у нас и последовательность указана а теперь все понятно ну надо будет конечно по мере выполнения этой вышивки разбираться во всем потому что для меня это очень так скажем новом особенно такие наборы очень интересно попробовать ну здорово мне кажется нужно получиться очень очень красиво ну вот пожалуй это и все что мне хотелось бы вам показать в этом видео надеюсь вы вы воспользуетесь моим промокодом вечерние посиделки поддержите меня ну а я буду с вами прощаться большое спасибо всем за внимание и до скорых встреч в новых видео всем пока